Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Богата до Неприличия. Книга 4, глава 1. Для начала определимся, как ты хочешь выглядеть. Ну что же, вы нам новенькое припасли. Пока ужаснейшая прическа, но придется чуть-чуть потерпеть. Как мне тебя называть? Да все по-старенькому. Ого, выходит это я? Вспомнить, что случилось в предыдущей части. Ой, она закончилась очень недавно, поэтому я думаю, что те, кто следит за этой историей, прекрасно все помнят. Пропустить. Свет фара разрезает темноту, а машина Ида намчится по ночной трассе. Не сводя глаз дорожного полотна, он внимательно вслушивается в телефонный разговор. Блейку только что позвонили. Что там случилось? Блейк тем временем наклонился вбок, в пространство между двумя передними сиденьями, чтобы тебе с пассажирского сиденья было видно и слышно. Телефон Блейка завис в его руке на громкой связи. Ты замечаешь страх в его широко раскрытых глазах. Мими, ты слышишь меня? Прошу тебя, успокойся и расскажи нам обо всем. Для начала, где Адель? На том конце связи слышны тихие всхлипы мисс Камилы. Тогда просто дай ей трубку, сейчас. Не получится. Почему не получится? Черт возьми, Мими, ты меня пугаешь. Потому что Адель в обмороке. Я в больнице. Ей сейчас делают анализы. В больнице? Адель, сестра. Страх сдавливает грудь, бьет в солнечное сплетение. До твоих ушей по громкой связи доносится вздох, полный горечи. Прости, это все я виновата. Блейк смотрит на тебя округлившимися глазами, вытянув шею. Он словно потерял дар речи. Бедный Блейк, он так боится за свою сестру. Надо ему помочь. Так, перехватить инициативу. Так, Мими, когда анализы будут готовы, позвони нам, пожалуйста, хорошо? Да, да, конечно. Я пойду к ней. Никуда от нее отходить не буду. Затем с тихим щелчком мисс Камил отключается. А ты переводишь внимание на растерянного Блейка. Я сейчас позвоню Натали и попрошу, чтобы обо всем позаботились. Если все будет в порядке, Мими и Адель вылетят домой ближайшим самолетом. А если врач скажет, что у Адели нужно лечение, мы скорректируем этот план, хорошо? Да, хорошо. Блейк сопровождает тихий ответ, еле заметным кивком. Теперь надо набрать Натали. Только я без телефона. Пришлось разбить его об пол, чтобы отвлечь Спенсера. Зато теперь я жива. Блейк, можно я позвоню с твоего телефона? А что с твоим случилось? Ты стараешься не думать о том, что именно случилось с телефоном и с тобой за последние пару часов. По спине пробегает холодный пот. Я его... бросила. Где-то дома у Спенсера. Блейк не может не заметить тревогу в твоем голосе. Порывшись в карманах, он протягивает тебе другой телефонный аппарат. Вот, держи. Симка активирована, можно сразу звонить. Запасливый какой. У тебя что, всегда с собой запасной телефон? А что, у вас запасных нет? У вас, простых людишек, нет запасных телефонов? Он косится то на тебя, то на Итана. Ну, нет. Ладно, зато у меня есть. Бери давай. К счастью, ты помнишь телефон своей личной помощницы наизусть. Блейк устал откидываться на спинку сиденья, пока ты отдаешь указания. Разговор не занимает много времени. Натали работает безукоризненно, даже не отрываясь от звонка. Готово. Ближайший самолет завтра утром. Два билета для Мими и Адели уже готовы. Дрынь, дрынь. Опять Мими? Нахмурившись, Блейк принимает вызов и включает громкую связь. Мими, что нового? Сейчас, секунду. С тобой хотят поговорить. Судя по голосу, Мими уже не такая нервная, как пять минут назад. Братик, привет! Привет, Элла! Адель, ты как себя чувствуешь, бедная моя? Блейк, не надо так со мной говорить. Я не маленькая, мне уже десять лет. Ты всегда будешь моей маленькой сестренкой, хочешь или нет. Но как ты себя сейчас чувствуешь? Что сказал врач? С ней все хорошо. Доктор говорит, у нее был солнечный удар. Не из-за почки. В машине раздается хор выдохов облегчения. Даже Итан не смог сдержаться. Серьезно, ребята? Серьезно? Только солнечный удар и все? А так закончили книгу красиво прошлую, что мы уже думали, блин, ну реально, ну ребенок на грани жизни и смерти. А тут оказывается, фу, ну хорошо, если все так просто. Мими, я говорила, не надо везти меня в больницу. Адель, ты сначала мороженое съела, а потом упала в обморок. Ну вот скажи мне, что мне надо было делать? Я так испугалась. Блейк вмешивается, прежде чем они начинают ссориться. Мими, Адель, слушайте меня внимательно. Элла заказала вам билеты на самолет на завтрашнее утро. Жду вас домой с нетерпением. Ну нет! Нет! Мы же еще столько всего не успели увидеть! Блейк раздраженно трясет головой. Но прежде чем он ответить им, он успевает поймать твой взгляд. Все в порядке, ты с этим справишься. Как убедить Адель вернуться домой? Пообещайте ей другое путешествие. Но, Адель, это же только первое путешествие. Да, мне кажется, в любом путешествии, но в какой-то крупный город, всегда не будет хватать времени. Ты все равно не успеешь все-все посмотреть. То есть мы сюда еще раз прилетим? Или куда-нибудь еще, куда захочешь. И мы с Блейком тоже с тобой полетим. Пока не знаю когда, у меня пока срочные дела, но я обещаю. Хорошо? Хорошо. Мими, ты слышала? Мы потом снова полетим отдыхать. На этом голос Аделя отдаляется и становится глуше. Эм, извини, я сейчас. Ну что, тогда увидимся завтра в аэропорту, да? Попрощавшись с вами, мисс Камила кладет трубку. Ну что это такое? А еще младшая сестра. Девчонки они такие, с ними сложно. Да, спорить не стану. Эй! Прости, но... Это правда... В отместку ты шутя тыкаешь его кулаком в плечо. Ой! А ты думал? Вы смеетесь вместе. Машина мчится и мчится по дорожному полотну. Итан и Блейк довозят тебя до дверей дачи. Не ночь, а сплошной кошмар. Чуть не стало последней ночью в жизни, когда Спенсер почти задушил меня удавкой. Как же мне повезло, что я нащупала ту клюшку для мини-гольфа. До сих пор не верится. Слушай, по-моему, тебя сегодня одно оставлять нельзя. А никто и не оставляет ее одну. Я буду ту... Похоже, лучше сказать свое слово сразу, пока мужчины того и гляди не начали ссориться. С кем бы я хотела остаться на ночь сегодня? Ох, как интересно. Но, с другой стороны, я рада, что авторы сделали так. Потому что обидно за девчонок, которые хотят быть с Итаном. А его как бы отшивали, да? А тут каждая выбирает то, что ей по душе. Но мы идем с Блэйком. О, смотрите, есть выбор с Олли. Тоже неплохо. Итан хочет меня защитить. Я знаю, но он больше не мой телохранитель. А если я с кем и хочу остаться сегодня под одной крышей, то это с Блэйком. Ты смотришь в глаза Итану. Не в силах избежать угрызений совести. Итан, спасибо тебе большое за помощь сегодня, но... Но Блэйк пока гостит у меня. Так что можешь возвращаться домой. Я буду в порядке. Итан переводит взгляд с тебя на Блэйка, а потом опять на тебя. Он медленно кивает и разворачивается на каблуках. Ты подходишь на шаг ближе к Блэйку? Спасибо, что приехал и помог. Главное, что самого страшного удалось избежать. Пойдем на кухню. Выпьем что-нибудь. Да, типа чайку попьем. Мяу. Оля уже тут как тут. Он начинает бегать вокруг тебя и беспокойно тереться о ноги. Похоже, он боится Блэйка. Присев на корточки, ты чешешь Оле лоб и шепчешь. Тссс, все будет хорошо. Я уже здесь. Мяу. Успокоив Олли, ты выпрямляешься и подходишь к Блэйку. Он выпрямился во весь рост, поджав губы, спрятав руки в карманы и уставившись невидящим взглядом в пол. Что будем пить? Давайте чайку, действительно. Что думаешь насчет чая? Можно и чаю. Ты достаешь из шкафчика две чашки и ставишь их на стойку в середине кухни. Вы с Блэйком расположились как раз напротив друг друга. Пока чай настаивается в чайнике, ты ловишь на себе рассеянный взгляд Блэйка. Он как будто не здесь. Что-то не дает ему покоя. Убедившись, что горячий напиток готов, ты разливаешь чай по чашкам и пододвигаешь одну из них к Блэйку. Спасибо. Некоторое время вы молчите, наслаждаясь обжигающим теплом и обволакивающим ароматом. Он как будто не здесь. Так, ты это уже говорила, Элла. Что-то не дает ему покоя. Конечно, у нас должна быть новая тема книги и какая-то другая проблема. Тебя что-то беспокоит, я же вижу. Хочешь, поговорим об этом? Он поднимает на тебя глаза, удивленно моргая. Словно только что заметил твое присутствие. Если честно, понимаю, что сейчас буду ныть, но я давно не чувствовал себя настолько бесполезным. Там, в доме Спенсера, чуть не случилось самое страшное. С тобой. Прости, что приехал так поздно. Не извиняйся. Ты не виноват. Я здесь, и это самое важное. Я жива и здорова, не считая пары синяков и шишек, которые обязательно проявятся в ближайшие пару дней. Во-первых. А во-вторых, она сама туда пошла, она не предупредила никого. Она знала, что это опасно, и Блэйк еще извиняется. Это лишнее, я считаю. Ты не понимаешь. Я так боялся тебя потерять. Слезы предательски блестят на его глазах. Его непоколебимый образ дал трещину. Ты, наконец, рядом с Блэйком в минуту его слабости. Прости, прости я. Блэйк часто моргает, пытаясь скрыть свои не вовремя проявившиеся чувства. Как быть с ним сейчас? Успокоить его поцелуем? Кажется, я знаю, как помочь ему успокоиться. Да, наша Элла в этом профи. Обогнув кухонную стойку, ты набрасываешься на него с поцелуями. Глубокими и сголодавшимся. Ну ты хоть бы душ приняла. Мне так этого не хватало. Хочу еще. Ты приподнимаешься на туфлях, чтобы быть еще ближе, когда Блэйк настойчиво отвечает на поцелуй. Он не может сдержать стон. Ты чувствуешь его голос на своих губах. Его ладони ложатся на твои щеки. Одним уверенным движением Блэйк разворачивает тебя спиной к стойке. Даже сквозь слои одежды ты чувствуешь его напор. Уверенный, твердый, от которого хочется. Ты не в силах сдержать ответный легкий стон. Ваши поцелуи и движения полны страсти. В какой-то момент Блэйк отстраняется от твоих губ. Не прекращая напирать, он смотрит на тебя взглядом, полным лукавой страсти. Ты заставила меня поволноваться сегодня. Надо бы тебя за это наказать. Жаркие соблазнительные образы пробегают у тебя в мыслях при этих словах. Он даже не пытается скрыть, на что намекает. Он хочет дать себе волю. Дать Блэйку то, что ему нужно. Как раз то, что мне сейчас нужно больше всего. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА